Итак, я начну это видео с лайфхака, меняющего способ укладки вашего нижнего белья, носков и маек. Разверните свою футболку или майку, положите на нее нижнее белье, затем складываете рукава и положите носки таким образом. Далее закатываете их, и после этого мы заворачиваем все в носки. Посмотрите на это, идеально упаковано. Красота этого лайфхака не только в том, что вы сохраняете место, также вы будете уверены, что ничего не забудете. Ну что, друзья, в сегодняшнем видео я расскажу 21 лайфхак, который проверил сам и хочу поделиться с вами. Начнем, друзья. Итак, следующий хак для вас, вы хотите, чтобы вам сделали идеальную прическу, но вы не знаете, как объяснить это своему парикмахеру. После того, как вас классно постригли, сфотографируйтесь спереди, по бокам и сзади. Можно также записать короткое видео, к тому же пусть парикмахер, который ее сделал, рассказал о всех деталях. Следующий хак, возможно, вы уже слышали от меня. Берите с собой пустую бутылку, чтобы спокойно пройти через охрану в аэропорту и наполнить ее с другой стороны. Но вы, возможно, не знали, что вы можете пронести замороженную воду без проблем. Я знаю, я сам проверял. Я взял с собой замороженную бутылку и был отличный способ это проверить. В итоге я спокойно прошел через охрану. Говоря о безопасности, как же мы не любим проходить через металлодетекторы и снимать с себя все металлическое и ремень. Это боль. Друзья, что если взять и просто отцепить пряжку? Ведь на ремне только она металлическая. Обзаведитесь снимаемой пряжкой. После прохождения пункта досмотра нужно обратно надеть обувь. Но чтобы надеть туфли, как вы знаете, лучше пользоваться ложкой. Иначе вы повредите задник и туфель. Вы можете использовать ремень, как ложку для обуви. Вот так, положив конец ремня на задник вашей обуви. В итоге ничего не повредить. Следующий лайфхак для любителей часов, которые много путешествуют. И когда я путешествую, я ношу двое часов. Потому что я не хочу потерять свои любимые часы, как 10 лет назад, что я положил в сумку. Я люблю свои часы. Они имеют значение для меня. И то, что ценно для меня, я предпочитаю хранить как можно ближе. Следующие два лайфхака для тех, у кого есть пара обуви, которая немного мала. Может, это был отличный вариант, но бы о, и они немного маловаты. Первый хак, которым я пользуюсь, колодки для обуви. Они могут увеличить их до полутора размеров. У большинства сапожников есть такие. Они увлажняют обувь и затем ставят расширитель. По сути, растягивая кожу, делая обувь чуть больше. Следующий хак подойдет для самостоятельного использования. Особенно, если вам обувь жмет только в некоторых местах. Наденьте большие шерстяные носки, обуйтесь, возьмите фен и нагревайте горячим воздухом от 5 до 10 минут те области, где вам жмет. Для чего это? Это сделает кожу мягче и она подстроится под вашу ногу. Поэтому, если вам немного жмет обувь, после проделанного вы ощутите разницу. Следующий хак, возможно, спасет сотни долларов, потраченные на дорогие туфли, не доводя до замены подошвы. Просто пользуйтесь насадкой на каблук. Посмотрите, как моя манера ходьбы стирает пятку с внешней стороны. Поэтому, если бы я пользовался простыми насадками на подошву, я бы сэкономил много денег. Следующий хак защитит вашу задницу от падений. Я люблю кожаную подошву, но вы будете поскальзываться, когда будет мокро на улице, снег или еще лучше гололед. Друзья, приобретите сменную резиновую подошву. Обратитесь к сапожнику или разберитесь сами. Но вам нужно приклеить ее на обувь, даже если только на зиму. Вы когда-нибудь застегивали рубашку и замечали, что нить начинает распутываться? Как это исправить, не перешивая пуговицу? Срежьте торчащую нитку и капните суперклей. Он удержит нити на месте. Я в курсе, что не все знают, как пришивать пуговицы. Посмотрите мой урок. Пришивать пуговицу, как вы можете заметить, очень просто. Ссылка на видео будет в описании. Следующие пара советов связаны с шитьем. Но вы можете подумать. Антонио, где я возьму нитки, если я в дороге? Вам повезло. Подойдите к консьержу вашего отеля и просто попросите его набор для шитья. Когда я путешествую, я всегда беру хозпакет. В приличных отелях он есть, и они даже могут дать вам его бесплатно. Далее поговорим о стойках для воротника. Я обожаю их, потому что они поддерживают воротник в прекрасном виде. Проблема в том, чтобы не забыть их. Что делать, если вы уехали и забыли стойки для воротника? Просто возьмите любую пластиковую карту, которую вы никогда не используете, и разрежьте ее. Это отлично работает, и что мне нравится, они пластиковые. Ведь если оставить металлические в рубашке при стирке, то они могут ее повредить. А так у вас бесплатные стойки. Итак, у вас короткая поездка в ночь, и вы не хотите брать крем для бритья и средства для волос. Вы хотите поехать налегке. Друзья, возьмите контейнер для контактных линз. Положите туда крем для бритья и средства для укладки волос. Ну а следующий хак сохранит ваши наличные в безопасности. Друзья, воспользуйтесь пустым контейнером для помады, сверните купюры и вложите туда. Следующий совет, что делать, когда вы без крема для бритья. Может быть вы забыли его дома. Вам нужно то, что позволит лезвию скользить по лицу. Вы можете найти оливковое масло, я уже об этом рассказывал. Также кокосовое масло. Любое масло, которое найдете на кухне. Еще вы можете воспользоваться кондиционером. Да, который вы наносите на свои волосы. Лосьон для рук, тело, увлажнитель для лица. Я бы порекомендовал лосьоны для рук и тела. Но будьте осторожнее с увлажнителем для лица. Потому что он создан, чтобы впитываться в лицо. В отличие от лосьона для рук. Следующий совет, как быстро погладить рубашку прямо перед выходом. Представим, вы опаздываете на собеседование. Что вам делать? Друзья, в таком случае, все, что вам нужно прогладить, это воротник, манжеты. Может быть, и грудь, если нужно. Когда вы надеваете пиджак, никто не увидит рукавов, спины и талии. Поэтому, если надеваете пиджак, можете погладить только видимые участки. Но что же делать, если у вас нет утюга? Хорошо, могу я вас спросить, у вашей девушки или жены есть выпрямитель волос? Прогладьте выпрямителем волос воротники манжеты, и можно выходить. Ваши туфли и сумка плохо пахнут? Положите туда сухие чайные пакетики, и все пройдет. А это может быть неловко. У вас есть штаны, которые вы обожаете, но молния постоянно расстегивается. Быстрый способ это исправить, взять металлическое кольцо, застегнуть молнию и зацепить собачку за пуговицу. Еще один способ, но он подходит для временного решения. Просто использовать резинку для денег или веревочку. Главное, не дать молнии расстегнуться. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть в комментариях, что я упустил, чтобы вы добавили в это видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Ну а если вы новичок, то подписывайтесь на канал.